В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги расскажем вам о самых главных событиях этого дня. Дороги на Редмара станут еще безопаснее. В окружной столице планируется внедрение еще нескольких комплексов фото-видеофиксации. Эффективны ли автоматизированные технологии? Материнство открывает новые возможности для женщин. Мамы в декрете могут бесплатно пройти курсы переподготовки или повышения квалификации. Не построим, так напечатаем. В чистом городе продолжают изготавливать на 3D-принтере малые архитектурные формы. Об этом не только расскажем в ближайшие 20 минут. Сбор гагачьего пуха для жителей Варныка не является приоритетным. Такое заявление сделал руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненинского округа Альбер Чабдаров после поездки на остров Вайгач. Свою позицию относительно сбора пуха гаги жители островного поселка Варнык выразили в ходе встречи с представителями органов окружной власти. Ранее на имя главы региона из поселка поступило обращение с просьбой упразднить заказник как особо охраняемую природную территорию и разрешить там сбор пуха и яиц краснокнижной птицы. Проведено было совещание примерно с 25 жителями. Всего проживает около 42-45 человек в поселке Варнык. 25 человек присутствовало. В принципе все жители проявили следующее настроение. То, что сбор пуха особо на самом деле жителям данного муниципального образования не интересен. И интерес подогревается именно конкретными предпринимателями и несколькими буквально людьми, одной семьей, которая помогает данным предпринимателям сборю пуха. На встрече с жителями поселка представители исполнительной власти донесли информацию о том, какая деятельность разрешена в пределах особо охраняемой территории и за ее пределами. И ответили на другие вопросы, связанные с традиционными видами деятельности коренного населения. Также, по словам руководителя Департамента природных ресурсов, согласно последним исследованиям, проведенным на ВАИГАЧЕ, подтвердилась прямая связь между сбором пуха и яиц и полным истреблением популяции обыкновенной гаги на южной части острова, где не действовал запрет. Более 22 тысяч административных правонарушений зафиксировано в 2019 году отделом ГИБДД по Ненинскому округу. Причем из общего числа 14,5 тысяч зарегистрировано с помощью комплекса фото- и видеофиксации «Ураган». Это в два раза больше, чем в 2018. В нынешнем году в окружной столице продолжается работа по установке устройств, которые будут следить за порядком на дорогах. Мария Владимирова продолжит тему. Комплексы фото- и видеофиксации «Ураган» зарекомендовали себя с положительной стороны. Так, три из четырех правонарушений на дорогах города в 2019 году зафиксировано именно с помощью этих устройств. «Ураган» – именно так называется фиксирующий комплекс – настроен на пресечение шести видов правонарушения. Соблюдение скоростного режима, расположение на проезжей части, соблюдение требований уступи дорогу пешеходу, обгон, разговор по мобильному телефону и пристегнутый ремень. Однако два последних правонарушения камеры пока не фиксируют. Но, отмечают в госавтоинспекции, пренебрегать соблюдением данных правил не стоит. «Ураган» в любой момент может поймать нарушителя. Причем система фото- и видеофиксации «Безопасный город» внедряется и за пределами окружной столицы. Первый такой комплекс установлен и уже работает в красном. На строительстве участки, он там запущен, он работает, функционирует. На самом деле, есть там результат, воздействие и есть. Воздействие есть, но, к сожалению, пока, даже получив письма счастья, водители нарушают по-красному одни и те же. В планах окружной госавтоинспекции на 2020 год монтаж еще шести комплексов фото- и видеофиксации в городе, а также в районе реки Куи и у поворота в направлении центра арктического туризма. На участке от поселка Искателей до центра ежегодно случаются ДТП. Поэтому мониторинг здесь крайне необходим. Кроме того, департамент ЖКХ и строительство по рекомендации госавтоинспекции планирует закупить в первом квартале два мобильных комплекса фото- и видеофиксации, которые будут установлены на транспортных средствах, курсирующих постоянно по городу. Также в городе будет установлено шесть умных пешеходных переходов. Один из таких, проекционный, появится в районе мясокомбината. Смысл в чем? Мы не можем круглый год поддерживать разметку в состоянии, чтобы ее видели. Здесь будет специально проецироваться на снег, в том числе и зебра. Когда человек выходит на переход, помимо того, что загорается и предупреждает водителей, чтобы был внимательный, что человек на переходе, для самого переходящего будет появляться зебра. Комплексы еще не закуплены. По словам Михаила Фомина, сейчас готовится объявление о торгах. Завершить работы по установке планируют до наступления следующей зимы. Мария Владимирова, Антон Ведряков, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Отделение Российского военно-исторического общества появилось в Ненинском округе. В него вошли все патриотические, поисковые и военно-исторические организации региона. Боевое братство, щит, общественные организации ветеранов Великой Отечественной войны, а также музейные и научные работники, и поисковики. Организацию возглавил Андрей Ружников. Первое собрание, на котором и было принято решение о совместном проекте, прошло в Наринмаре 11 февраля. В нашу организацию в региональную вошли боевое братство, организация щит, ветераны Великой Отечественной войны, музейные работники, научные работники, а также поисковики прошли. И мы очень надеемся, что с федеральной поддержкой, которая выделяется из центров до 2 миллионов на различные проекты. Общероссийская общественная государственная организация «Российское военно-историческое общество» создана в 2012 году указом президента России Владимира Путина. Ее деятельность направлена на изучение и популяризацию военной истории России, а также сохранение объектов военно-исторического культурного наследия. Цель этой организации – объединить всех в одну организацию. То есть у всех юридически останется своей организации, но тем не менее мы все организациями вливаемся в одну организацию под государственным контролем. И нам будет легче работать в этом плане. Первый совместный проект, который планируется воплотить в жизнь отделением «Арктический десант», в округ приедет исполнитель военной песни Виталий Леонов. Он даст концерт в селах, проведет уроки мужества. Новые возможности открывает материнство для женщин Ненецкого округа. Мамы в декрете могут бесплатно пройти курсы переподготовки или повышения квалификации. Обучение реализуется в рамках национального проекта «Демография» с привлечением федеральных средств. Обо всем по порядку Ирина Никешина. Отпуск по уходу за ребенком длится три года. Это время, когда рабочие будни сменяются домашними хлопотами, которые занимают в жизни женщины 24 часа в сутках. За это время женщина, в зависимости от специфики своей работы, может потерять актуальность своих профессиональных навыков и, как следствие, уверенность в собственной компетенции. В окружном центре занятости население уверены. Оставаться мобильной и конкурентно способной на рынке труда реально даже после выхода из отпуска по уходу за ребенком. В рамках реализации национального проекта «Демография» женщинам предоставляется возможность бесплатно пройти краткосрочные курсы повышения квалификации. Цель в том, чтобы женщина перед выходом на работу повысила максимальный уровень своих компетенций, возобновила навыки и, в принципе, готовым специалистам вновь вышла на работу. Дополнительные возможности предусмотрены и для безработных мамочек, имеющих детей в возрасте до 6 лет включительно. То есть мы их можем обучить абсолютно по любому профилю, но единственное условие, что после обучения в течение 10 рабочих дней должна женщина быть трудоустроенной. То есть перед тем, как направить человека на обучение, мы, естественно, совместно с женщиной прорабатываем наш региональный рынок труда. И если мы находим подходящего работодателя, который нуждается, условно говоря, в поваре, а она, ну, например, в развании повара не имеет, но работа какая-то кухонная в рабочем, мы проводим предварительную работу с этим работодателем. И он, если дает, грубо говоря, свое согласие и гарантию, что он после обучения ее возьмет на работу, то, в принципе, мы заключаем договор, и эта женщина направляется на обучение, после которого она выходит на работу. Эти курсы также будут бесплатными. При этом для данной категории женщин во время обучения будут выплачивать стипендию в размере 18 195 рублей. Как отметил Юрий Сидеев, запросы от мамочек в центры занятости поступают ежедневно. Как вы считаете, для женщин это хорошая поддержка? Замечательно, я считаю, что, конечно. Вы в свое время воспользовались бы вот такой возможностью повысить твою квалификацию или пойти... Конечно, конечно, да. У меня невестка, вот как раз бы и подошел бы такой вариант, да. Я считаю, что это потрясающая возможность, потому что, скажем так, в декрете у тебя немножечко все стопорится в мозгу, ты сосредоточен только на ребенке, а когда уже перед выходом на работу, конечно, хочется погрузиться в эту атмосферу уже рабочую. И это хороший, скажем так, переход, мостик для того, чтобы влиться быстрее в эту рабочую деятельность. Как нам пояснили в центре занятости населения, наиболее популярные направления для обучения, которые выбирают для себя женщины с детьми, госзакупки, один из бухгалтерия, кадровое дело и дело производства, есть запросы и на специалистов в сфере туризма. Напомню, что обучение для женщин с детьми в рамках национального проекта «Демография» будет бесплатным. Все расходы лягут на федеральные и региональные бюджеты. Сейчас в рамках национального проекта мы получим федеральное финансирование. В целом программа предусматривает финансирование более миллиона рублей. Из них окружной бюджет – это 10%, порядка чуть более 100 тысяч рублей. Остальное – это деньги федерального бюджета. Это, конечно, очень хорошее подспорье, в том числе для реализации этой программы. Как нам пояснили в окружном профильном ведомстве, минимальное количество женщин, которые пройдут курсы в этом году – 20 человек. Максимально будет зависеть от стоимости обучения. При организации торгов бывают случаи, когда стоимость обучения у различных образовательных организаций уменьшается. Соответствующим образом появляется экономия. За счет этой экономии мы можем обучать и большее количество женщин, чем запланировано. Курсы будут краткосрочными, продолжительностью не более шести месяцев. При этом, возможно, дистанционная форма обучения, что наиболее удобно для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Если у вас остались вопросы по этой теме, то на них с удовольствием ответят специалисты Центра занятости. Информацию можно уточнить по телефону 405-59 или 497-48. Сегодня в школах Ненецкого округа прошло итоговое собеседование по русскому языку. Это своеобразный допуск выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации. В этом году участие в нем приняли 579 школьников. Итоговое собеседование по русскому языку проходит в нашей стране во второй раз. Его задача – выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость, умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. На выполнение работы каждому участнику отводится 15 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность выполнения задания увеличивается на 30 минут. Во время проведения итогового собеседования девятиклассникам необходимо будет выполнить 4 задания, которые включают чтение текста вслух, его пересказ с высказыванием по проблеме текста, аналогическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором. Результатом итогового собеседования по русскому языку является зачет или незачет. Итоги собеседования по русскому языку станут известны не позднее 17 февраля. Те, кто не смог по уважительным причинам пройти собеседование, смогут сделать это в дополнительные сроки сдачи – 11 марта и 18 мая 2020 года. За классное руководство учителям дополнительно будут платить 5000 рублей. Такое поручение в ежегодном послании Федеральному собранию озвучил президент России Владимир Путин. В связи с этим правительству и регионам нужно определить необходимое количество дополнительных школьных мест и внести изменения в нацпроект образования. При этом все действующие выплаты за классное руководство должны быть сохранены. Ольга Руслова расскажет подробнее. Недаром классного руководителя ученики и родители зовут второй школьной мамой. Считается, что этот педагог играет важную роль в становлении личности ребенка. На нем лежит большая ответственность. Классное руководство – это каждодневный труд без выходных. Мы постоянно держим контакт с родителями, информируем об успехах или неудачах каждого ученика. Также с детьми мы проводим различные беседы, ходим на экскурсии в музеи. И, конечно, ежедневно мы проводим беседы по поводу поведения, по поводу проявления социальной активности, участия в благотворительных акциях и многое другое. В нашем регионе за счет средств окружного бюджета классным руководителям выплачивается сумма в размере от полутора тысяч рублей. Она зависит от наполняемости класса. Так, например, в городской школе норма 25 человек, а в сельской – 14. Если класс меньше, то и сумма, соответственно, меньше. На данный момент нет. Все осталось по-прежнему. Вся оплата, которая была ранее, осталась в прежнем объеме. Сейчас департаментом образования ведется работа по приведению в соответствие региональных актов с федеральным законодательством. Выплаты за классное руководство остаются в прежнем объеме. Руководители образовательных учреждений подтверждают суммы за классное руководство за январь выплачены в полном объеме. У нас ситуация с классным руководством осталась неизменной. Выплата, которая обеспечивается из окружного бюджета, выплачивается всем своевременно. Проблемы мы вообще никаких не видим. С этого года средства на классное руководство будут выплачиваться в рамках государственного задания. На сегодняшний момент средства предусмотрены в полном объеме. Это порядка 17,5 миллионов рублей. В Нинецком округе в этом учебном году задействовано 397 учителей, выполняющих функции классных руководителей. В следующем году планируется, что таких педагогов будет больше. Заявка от нашего субъекта о количестве классных руководителей, проживающих и работающих в округе, составлена и отправлена в федеральный центр. На сегодняшний момент те правила, которые опубликованы Министерством просвещения, они учитывают и районные коэффициенты, которые, как предполагается, могут быть учитываться при выплате данной надбавки, которая будет предусмотрена за счет федерального бюджета. Остается добавить, что федеральная надбавка за классное руководство не отменяет региональные выплаты. Ольга Руссул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Не построим, так напечатаем. В муниципальном предприятии «Чистый город» продолжают изготавливать на 3D-принтере малые архитектурные формы. Одно из последних изделий – памятный знак для Печорского рыбокомбината. Он выполнен в форме рыбы на волнах и будет установлен в сфере бывшего предприятия летом этого года. Подробности в материале Александра Литковой. Тротуары из брусчатки, парковка, ограждения, скамейки, а также кустарники и деревья. Сквер у бывшего здания Печорского рыбокомбината был обустроен осенью прошлого года по инициативе ветеранов предприятия. Не хватало здесь только одного элемента – памятного знака. Его разработкой и занялась инициативная группа во главе с Лидией Гаврюшевой. «Было много вариантов, предлагали пенсионеры, ветераны, которые работали много, но выбрали мы вот этот. Будет такой, как чан, какие были раньше ванны, в которых мыли рыбу, и вот их на вцехах. И она большая, сёмгу решили. Не на эльму там какой-то, какой-то нам сделали экскиз, да кто ли щука, то ли чего-то. Но мы думали, как от них лучше будет сёмга». Постамент, напечатанный на 3D-принтере муниципального предприятия «Чистый город» практически готов. Осталось собрать конструкции и покрасить изделия. «По просьбе ветеранов Печорского рыбокомбината мы напечатали рыбу, которая будет находиться на трёх волнах. Сейчас она столько-только напечатана. Мы её заштукатурим, покрасим и соберём. Ну и, в принципе, она будет у нас готова». Работы по изготовлению малых архитектурных форм для благоустройства города не прекращаются, даже несмотря на ремонт помещения. На потолке установлены дополнительные точки отопления – инфракрасные лампы. Благодаря им изделия из бетона быстрее сохнут, что позволяет ускорить печать архитектурных форм и элементов благоустройства. Каталог продукции, которую печатают на 3D-принтере, отправлен потенциальным покупателям в муниципалитеты округа. Первый такой заказ уже поступил. Юбилею села Великовисочное рабочие чистого города готовят вазоны. «В данный момент мы печатаем вазон, который будет в форме моста, и печатаем мы его для Великовисочного. То есть он будет состоять у нас из трёх частей, из двух стенок, и посередине будет непосредственно та часть, в которую будут садиться цветы». Для печати используются различные смеси из бетона, цемента, гипса и песка. Управление устройством осуществляется через компьютер, в который загружаются данные, какую форму необходимо напечатать. Добавлю, 3D-принтер был приобретён год назад. За это время для благоустройства города были изготовлены десятки изделий. Александра Литкова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее смотрите прогноз погоды.